Очень рад вас видеть сегодня. Меня зовут Грубунов Алексей, и сегодня я прочитаю вам лекцию о сирене. Она у нас будет состоять из четырех частей. Первая часть будет посвящена сортам сирени. Мы немножко историю вспомним, как она развивалась. И в конце совершим такую мини-революцию. Есть два очень популярных сорта, которые я хотел бы скинуть с пьедестала и на их место короновать новые. А вторая часть, это у нас мы поговорим про особенности микроклонального размножения. Вообще, зачем, почему. Потом нюансы врачной сирени в горшках. Поскольку у меня в микроклональной лаборатории мы выращиваем по девяточке, то наши клиенты, это в основном, например, питомник Никитенко, кто доращивает С3, более крупные растения. И в этой части я хотел бы рассказать вам о том, с какими лично я проблемами столкнулся, чтобы мои клиенты их не повторяли. Моих ошибок. И четвертая часть, это питание сирени. Ну, я думаю, что некоторые из вас уже могут меня знать, поскольку я там читал лекции по питанию. Это вот одна из моих любимых тем, как правильно использовать удобрение в контейнерном производстве. И, безусловно, я тут рассказываю про сирене, я не мог не упомянуть о том, как ее нужно кормить. Так, ну, поехали. Первую часть выступления мне помогла подготовить Татьяну Владимировну Полякову. Я думаю, все вы ее прекрасно знаете. Если вдруг кто-то не знает, то я ее сейчас представлю. Во-первых, это человек, который безумно любит сирень. Это просто вот вся ее жизнь во многом связана с сиренью. То есть там сиреневый шарфик, сиреневый пиджак, сиреневая обложка на паспорт. Абсолютно все, что связано с сиренью, ей интересно. Ну, она не просто какой-то вот такой бессистемно увлекающий человек. Она назначена вице-президентом международного отчества сирене. То есть есть такое у нас общество. И она представитель в России и в Азии. И, кроме того, автор книг по сирене, я думаю, что как минимум одну такую книгу вы все знаете. Это «Время сирени». Это моя любимая настольная книга. Очень интересная, красивая, красочная. И мы с Татьяной Владимировной лично познакомились на ДНГУ во время конференции на тот момент. Это проходило четыре года назад. В России, в Москве проходила конференция международная. Там иностранцы приезжали, и мы с ней познакомились. С тех пор я периодически ей пишу, сдаю какие-то вопросы. Спасибо ей огромное. Она всегда отвечает на них. Причем всегда можно определить знающего человека. Он мне обычно не скажет так «да, нет». Он тебе целый такой развернутый ответ со ссылкой в историю. Ну, безумно интересно рассказывает. И еще раз спасибо ей огромное за то, что она помогла подготовиться к этой первой части. Итак, ну, я думаю, что все вы видели такую дворовую деревенскую сирень. И она, безусловно, очаровательный, прелестный кустарник. Но сказать, что у нее какое-то выдающееся цветение, какие-то необычные окраски, формы цветка, ну, абсолютно нет. Простой цветок, достаточно блеклые цвета. Ну, что тут сказать нечего. Хотя на то время она уже пользовалась популярностью. Я думаю, что все вы знаете, что, скажем так, в высшем обществе букеты сирени уже на тот момент ценились. Но в 19 веке за нее взялись селекционеры. И на сегодняшний день сирень преобразилась абсолютно. Это высокодекоративный кустарник, который поражает своим великолепием. И что же произошло? Во-первых, увеличился размер соцветий. Как вы видите, тут, ну, я не знаю, ну сколько вот там? Как минимум, наверное, в шесть раз увеличилось. Конечно, не все сорта стали такими, могут похвастаться такими огромными соцветиями. Но, безусловно, практически все они увеличились в размерах в два-три раза. Тут, наверное, фотографии, наверное, вообще раз в шесть он больше стал по объему, если не больше. Второй момент — это у сирени не цветок, а цветки. Цветки увеличились в размере до четырех сантиметров. Я думаю, что, ну, может быть, и больше есть, но такого, чтобы там пять-шесть, я уже не слышал. Четыре — это абсолютно точно есть такие сорта. Вот там на руке по сравнению с обычной дикой сиренью. И, конечно же, увеличилась палитра цветов. И я думаю, что многие из вас слышали, что там у сирени выделяют определенные цветовые группы. Но там, как сирень обычно не обладает каким-то чистым цветом. Она, начиная с бутонов до распускания, постоянно меняет свой цвет. И за ней интересно наблюдать каждый день. Ты каждый день к ней подходишь, она немножко другая. С чего вообще-то такие значимые даты в селекции сирени? Ну, я думаю, что самое глобальное разделение сирени по группам — это сирень простая и сирень махровая. Чем лучше та или другая, я вам попозже расскажу. Но вот такое значимое событие произошло где-то в 1800-х, по-моему, в 20-х годах, когда был обнаружен спонтанный гибрид, ой, не спонтанная мутация, сирень, у которой были махровые цветки. Назвали Азура Плена или Азурей. И вот вы ее видите на фотографии. На самом деле, не сказать, что это какой-то выдающий сорт получился, ну там, просто природа подарила. Очень часто природа — наш главный селекционер. И так произошло в этом случае, и как здорово, что увидели эту мутацию и закрепили ее. В 1890 году Виктор Лемуан, я думаю, многие из вас знают этого французского селекционера, на основании Азурей Плена вывел свой собственный сорт — Мадам Лемуан. Это один из самых популярных сортов, то есть мы потом обсудим, и вы увидите, что он находится в топе. Вот так он выглядит. Потом, в 1996 году, также был выведен другой суперпопулярный сорт, который тоже сейчас находится в топе. Называется Шарль-Жали. И он был примечательен тем, что это был первый пурпурный махровый сорт. И на самом деле, пурпурных махровых сортов до сих пор не так уж и много. Поэтому это, безусловно, представляете, прошло больше ста лет, и это до сих пор является таким значимым событием. Следующий этап, который тоже так в новое дыхание внес, это появление первого многолепесткового сорта. Это был Рочестер. Рочестер оказался очень хорошим родителем, и все сорта, которые с многолепестковостью, они имеют в своих родителях именно Рочестер. Вот сорт, который справа называется Вандер Блум. Так, ну и там, безусловно, как вот мы, если помните первый слайд, там большинство соцветий имело такой достаточно блеклый окрас. Помимо того, что работали с формой цветка, мы обсудили махровые и многолепестковые формы, безусловно, выделяли экземпляры с наиболее насыщенной окраской. И это один из, на фотографии вы можете видеть, один из самых насыщенно окрашенных сортов. Его называют еще там дважды окрашенным в пурпуру. Кто-нибудь догадается, что это за сорт? Какая-нибудь индия, нет? Не совсем, но это аншач. Или аншач, я уж, честно говоря, не знаю, как ударение правильно ставить, я аншач называю. Невероятно, конечно, такой насыщенный, мощный цвет. И такой, кстати, важный нюанс скажу, поскольку мы заговорили с вами про цвета, вот даже когда я показывал тут первый слайд, вот этот оттенок, он какой-то тут зеленоватый. А у меня на компьютере это темно-серый. Поэтому, к сожалению, ориентироваться на то, как выглядят краски на мониторе, не приходится. Ну, что ж поделать, да? Какое-то представление мы, тем не менее, получить можем. И на сегодняшний день в результате селекции у нас имеется уже более 2600 сортов. Поэтому, безусловно, первый вопрос, который, если продолжить знакомиться со всем этим великолепием, мы еще посмотрим другие сорта, но, тем не менее, в какой-то момент встает вопрос, а что из этого вообще самое-самое? Вот прям невероятное, потому что там запутаться, ну как, да, там, размеры участка ограничены, там, просто невозможно даже запомнить все сорта. И всегда просят составить какой-то топ сортов. Вот мы сейчас на этот вопрос, там, топа сортов попробуем ответить с таких, с двух сторон. Одна с точки зрения производителя посадочного материала, и, с другой стороны, как это видит, ну, давайте так, я назову себя любителем. Поскольку я сиреню работаю, там, 4 года, и вот там, стал регулярно каждую весну стал ходить, посещать цветение сиреней в МГУ. Ну, я пока себя профессионалом назвать не могу, да? Но уже достаточно хорошо в ней разбираюсь, какие-то там неносы понимая. И посмотрим, то есть это будет моя вторая точка зрения, и третья точка зрения — это Татьяна Владимировна. Как вот она это все видит. Ну, я думаю, что и хорошо, что будут вот эти три точки, потому что, как вот тут рассказывала Людмила, тут какая-то профессиональная деформация. Возможно, она вот уже начинает искать что-то такое интересное, где вот все остальные не понимают, да, вот какую-то изысканность. Поэтому, ну, в общем, первое, посмотрим, как этот топ видят производители посадочного материала. Пикаплант. Кто-нибудь слышал про пикаплант? Ну, по крайней мере, кто занимается там питомники, должны знать. Это один из крупнейших производителей сирени. Находится он в Германии. Двенадцать сортов представлены. Ну, вот что мы видим. Людвиг Шпет. Это не в порядке какой-то значимости, не в порядке популярности, а просто вот общим слайдом. Людвиг Шпет, красавица Москвы. Прим Роуз. Шарль Жоли, который мы уже обсуждали с вами. Катерина Хаумейр. Кто там? Мишель Бюнхер. Сенсейшн. Вот этот сорт, честно говоря, первый раз у них увидел. Мадам Флорент Степман. Боюсь, даже название неправильно прочитаю. Мадам Лемуан. Надежда. И принцесса Стюзе. Тоже первый раз этот сорт в их списке увидел. Вот так это они его себе представляют. Вот тоже тут во время кофе-брейка обсуждали такой интересный момент. Я как-то так бодро начал, чувствую, сейчас вам за полчаса все расскажу. Поэтому можно немножко уйти в сторону. Расскажу, с вашего позволения, немножко про себя. Я раньше работал по профессии инженер, и в какой-то момент я понял, что мне это все неинтересно. Я абсолютно проучился в институте почем зря, и практически все позабыл. И в какой-то момент я подумал, что хочется заниматься чем-то полезным для людей, для мира. И меня почему-то понесло, я знаю почему-то, воспоминания из детства, я решил, что я буду выращивать деревья. Так у нас появился орехоплодный питомник. Я руководитель орехоплодного питомника и микроклональной лаборатории. Почему именно орехи, это вообще отдельная история, но смысл такой, что мы сейчас занимаемся селекцией орехоплодных культур. И в какой-то момент, поскольку вот когда новичок приходит, начинается чем-то на все интересное. Представьте, там стол, на котором много вкусной еды, и хочется все вот так вот попробовать. И в какой-то момент, о, это вкусно. И выбираешь себе в конечном счете несколько блюд, и они становятся твоими любимыми. И вот я вот так вот всем-всем-всем интересовался, и меня в какой-то момент заинтересовалась в том числе микроклоналка. Я это себе объяснял так, что к орехоплодным культурам относится фундук, который очень сложно размножать черенкованием, отводков он мало дает. И это можно было таким образом размножить фундук. И вот мы сейчас этим заниматься будем, занимаемся, уже делали, и будем расширять это направление. Но также у меня было, помимо того, что чем-то заниматься, мне хотелось переехать на природу, жить в собственном доме. И вот сейчас у меня питомник в Орловской области, у меня там дом-производство-лаборатория 300 квадратных метров, и там поле вокруг меня 12 гектар, там ни одного соседа, можно там выйти, и там никого не слышно, и никто тебе не мешает. Просто для меня, я представляю себе, что я художник, и вот эта земля, которую мне нужно будет как-то украсить. И когда я узнал про сирень, сначала у меня был такой чисто технический интерес, так, это культура, которую можно размножить, которую покупают. Когда я стал посещать цветение сирени, я по-настоящему в нее влюбился. И теперь вот на моем поле у меня там прям запланировано сиренгарий, где уже на данный момент посажено не так много, там всего лишь 15 сортов, но планирую, конечно, там сделать его, там подстать МГУ и там лучшим сиренгариям Европы. И поэтому я там, безусловно, как бы смотря на эти сорта, я их смотрю через призму, там, чтобы я у себя хотел посадить. Так вот, почему вот это отступление было? Когда вот во время кафебрейка обсуждали, что вот Людмила Ижукова такая замечательная униелекция была, мне прям самому захотелось посадить себе розу, хотя вот это, вот я как вспоминаю, вот это вознюс, что она колется и там что-то и укрыть не надо. Оказывается, не надо укрывать ничего, надо правильно ухаживать, и я абсолютно с ней согласен. Так вот, она рассказывала про кордос, это немецкий питомник, остин, это не просто питомники, они занимаются селекцией. А у нас с вами там мировые имена, колесников, вехов, это наши соотечественники. И представляете, просто, у меня аж мурашки по коже сейчас, насколько сирень это кустарник Победы, цветок Победы. И наши сорта выращивают в Германию. Ну это просто ужасно. Это вот для меня вот сирень стала березой, вот это просто символ России. Береза, балалайка медведя, сирень. Вот как, я просто без этого себе не представляю. Причем она вот так, знаете, прошла сквозь века и в Царской России, и в Советский Союз. Плюс многие же работы, почему сирень Победы? Потому что многие эти сорта, в частности Колесниковым, они же создавались, он прошел две мировых войны. Это вот любовь его к сирене, она вот там, скажем так, вдохновляла его всю жизнь. И некоторые сорта, вот даже Татьяна Владимировна такую акцию провела, что высадили на Поклонной горе сорта, которые были посвящены именно Победе. В общем, я считаю, что это огромное упущение, что мы восторгаемся розами, гортензиями. Но это не наше, а вот тут свое родное, как про это забыть? Это абсолютно несправедливо. Не умаляя, конечно, всех остальных, ну, скажем так, просто и про свою любимую сирень тоже не надо забывать. И вот красавица Москвы, она признана не просто нами, признана производителями или любителями, она мировое призвание имеет. Сирень номер один по красоте, причем на протяжении многих лет уже. Ну ладно, поехали дальше. Развращаемся к топу. Вот этот топ мы также обсуждали с Евгением, когда в этом году, например, у нас план произвести больше 100 тысяч по девяток сирене. Ну, большая часть из них существенно отправится в питомник Никитенко. И когда там перед нами стояла задача, само собой встал вопрос, а какие сорта вообще размножать? И мы там с Евгением обсудили эти сорта, закрепили. И вот буквально недавно перед лекцией, там ко мне еще ребята приезжали в лабораторию из Тула, мы с ним обсуждали топ сортов. И вот там в чате тоже недавно, в очередной раз подняли эту тему топа сортов. Почему топ-8, а не как вот принято топ-10? Потому что вот на девятом и десятом месте как-то у меня, я уже начинаю сомневаться. То ли этот сорт, то ли этот. Вот начинается такая непонятка. Когда составляешь топ-8 сортов, практически спроси кого угодно, с точки зрения именно не того, что он любит, а что продается и что распространено. Вот железобетонно вам будут названы эти сорта. Вот может быть один выпадет. Максимум. Поэтому именно топ-8. Ну соответственно, на них приходится большая часть продаж. Но, конечно, останавливаться только на восьми сортах, там в садовом центре это не стоит, хотя бы потому что, как вы тоже обсудили, что это у всех есть, это иногда даже просто неинтересно. Давайте пройдемся по этому списку. Красавица Москвы, ну куда без нее. Красная Москва или Людвиг Шпет. У меня есть видео, потом его покажу, где у меня в руке Красная Москва и Людвиг Шпет. Вот соцветие и Анышач. И вот практически сложно различить, они отличаются в оттенках. Оба, безусловно, выдающихся сорта, невероятно красивых. Но иметь в ассортименте и то, и то, но они взаимозаменяемые. Учитывая, что мы все-таки с вами находимся в России, ну как не поддержать наш сорт? Тем более, ну он ничем абсолютно не уступает Людвиг Шпету. Он чуть более красный, там Людвиг Шпет чуть потемнее, но там... Извините. Но тем не менее... Извините, пожалуйста, тут перед... Когда слушал, выключил, а когда сам стал, забыл. А, так, потом у нас идет на третьем, на четвертом месте это Мадам Лемуан и Шаль Жолин. Это Виктор Лемуан вывел. Ну, потом Надежда, наш отечественный сорт, Прим Роуз, Сенсейшн, Катерина Хеллмейер. Так, теперь это мы с вами посмотрели топ сортов с точки зрения того, что предлагают нам питомники для размножения. Ну и там для врача, и, соответственно, дальше это идет в народ. Смотрите, дальше такой вот момент. Я вот сейчас вам покажу. Мы сейчас попытаемся этот список как-то структурировать, чтобы понять вообще, как относиться к этим сортам. И через какую призму их оценивать. Потому что зачастую, когда нам показывают фотографию, и когда вот мы смотрели, например, Анна Шеевич, да? Ну что это такое? Вот нам показали вот такой вот приближенный вид, а как вот пуст твой гляд? Нет. Вот фотографий отдельно стоящих кустов не так много, они вообще на вес золота. И, скажем так, достаточно сложно сфотографировать. И поэтому часто там, отчасти поэтому фотографируют именно соцветия. Но им только фотография соцветия не передает нам красоты кустарника. Потому что когда его оценивают профессионалы, они посмотрели вблизи, отошли на несколько метров, отошли на 20 метров посмотрели. Точно так же, как я, когда я прихожу в МГУ, я сажусь на лавочку, противоположное ряду там сирень, посаженной рядами. Сажусь там в 20 метрах на лавочку, смотрю на этот ряд и просто пытаюсь понять вот издалека, какой из этих сортов впечатляет. Вот и то есть надо оценивать, как и все остальное мы оцениваем в комплексе. Так же это относится и к сортам сирени. Так вот, Татьяна Владимировна предложила такую градацию. Вот я там сейчас похвастаюсь. Я когда тоже пытался разобраться в сирене, я для себя примерно такую же градацию и составил. Звучит она у нее так. Это первые такие самые не очень интересные, скажем так, наименее интересные сорта. Это исторические, это буквально тут цитата. Цитата Поляковой. С точки зрения декоративности они ничего из себя не представляют. И что мы тут видим, что это у нас сорт Мадам Лемуан и Шаль-Жоли. Для понимания, в ассортименте процентных продаж это абсолютно спокойно может быть до 10% объема продаж. Это на самом деле огромный процент. И что мы видим? Какие-то два сорта, которые, по мнению Татьяны Владимировны, не являются чем-то интересными. Почему так происходит? Ну, ваши идеи, хотелось бы услышать. Потому что они безусловны. Безусловно, да. Вот знаете, я заметил такую вещь, поскольку я пришел в эту отрасль абсолютно со стороны, что у нас достаточно такой консервативный рынок. И вот как вот оно вот повелось, когда-то оно все вот так-то все перетекает, перетекает. Нельзя сказать, что старые сорта, они хуже, чем новые. Абсолютно нет, это неверное утверждение. Но в данном случае исторически не значит, что они старые. Подразумевается именно то, что они интересны только как история. Декоративная составляющая у них не такая интересная. Есть сорта поинтереснее. В том числе у лимуана есть более интересные сорта. Одна из причин, почему так происходит, вы правильно сказали. Потому что они в свое время там сделали какой-то фурор, и вот как там пошло, поехало и закрепилось. Еще одну причину я вам расскажу позже, когда мы перейдем к теме размножения из сирени. Вторая категория – необычные сорта. И тут мы видим тоже два, одни из любимейших сортов. И причем они любимы зачастую, так скажем, новичками. Это сенсация и примроуз. Опять же, цитата Полякова. Тут я иногда прям цитатами ее. Эти сорта интересно рассматривать вблизи, но когда отходишь, это голенастый куст, голый, который потерял свою привлекательность. Со свете убежали в небеса, и их уже не так удобно рассматривать. Безусловно, такие кусты имеют место быть в том числе для композиции, когда нам нужно взять какой-то голенастый, который вот так свечками выстрелил вверх, к нему, так же как к розам, подсадить какой-то более пышный, невысокий куст, и у нас будет интересная комбинация. Но если говорить конкретно про вот этот сорт, как вот он сам по себе, он имеет такие вот недостатки. Но, безусловно, вот сейчас фотографию покажем, и там будет очевидно, почему они так производят впечатление. Добротные сорта. Огни Донбасса. Многие из вас, вот мы сейчас сказали, например, sensation, а многие ли из вас слышали про огни Донбасса? Кто-то слышал, но так... Продают. Даже продают. Я у нас до того момента, как я не стал этим заниматься, не стал рекламировать, огни Донбасса были на дне продаж. В целом, если смотреть ассортиментную матрицу, то он по продажам стоит, скажем так, на третьей ступеньке за Шаль-Жоли. И когда мы с Татьяной Поляковой обсуждали этот момент, она сказала, что огни Донбасса гораздо более декоративный и выдающийся кустарник, сорт, чем Шаль-Жоли. И абсолютно смело, просто без тени сомнения, делаем его на замену. Я тут, безусловно, специально предпочитал выделять наши сорта, отечественные. Но, скажем так, если будет желание, можно заменить его и другим, махровым и пурпурным сортом. Ну вот огни Донбасса, я сейчас еще в видео покажу, он не просто... Это один из сортов, который, придя в Сиренгаре, мне запал в душу. Еще на тот момент я ни с кем не был знаком, ничего не узнал абсолютно с Сиреней, вот просто новичок с улицы. И второй, на замену Мадам Лимон, это памяти Колесникова. То есть вот эти два сорта, наши отечественные, заменяем французские, и вам только спасибо за это скажу. То есть и когда... Я почему-то с Татьяной там общался, потому что есть желание составить новый список, и тут придется, вот как вот Ижуков говорил, что иногда вот бросаешь вот там камеши, да, отскакивает. Будем бороться, будем бодаться и пытаться донести до клиента, до ландшафтников, до садовых центров, что ну вот хватит вот это вот идти проторенной дорожкой, мы же профессионалы, да, ну вот кому как не нам донести до людей эту красоту. Поэтому должны взять на себя эту ответственность и продвигать другие сорта. Если даже не памяти Колесникова, кем можно заменить Мадам Лемуан? Ну, той же красавицы Москвы. То есть в принципе, если мы уберем этот сорт из ассортимента, мы ничего не потеряем. Абсолютно ничего. Белых махровых сортов довольно много. И практически там большинство из них будет по своим характеристикам декоративным лучше, чем Мадам Лемуан. И безусловно, есть шутка добротные сорта. Это те сорта, которые безусловно можно рекомендовать. Которые высокодекоративные сорта, они регулярно цветут, обильно цветут, там не болеют. То есть тот сорт, за который вам потом не будет обидно, что вы его посоветовали либо у себя посадили. Но, возможно, эти сорта можно заменить тем или иным сортом. Группу выдающихся, у нас вот даже там синонимы, это незаменимые сорта, то есть абсолютно вот он вот такой вот один. Произведение искусства в своем роде. Это красавицы Москвы, Надежда и, кстати говоря, Знамя Ленина. Вот тоже просматривая топ сортов, Знамя Ленина ни разу не упомянулось с точки зрения питомника. А если вы зайдете в Международную ассоциацию сирени, там Знамя Ленина регулярно занимает одни из топовых позиций. Вот там буквально вторые места. Мне, к сожалению, не довелось наблюдать цветение этого сорта. Так, ну вот мини-викторину устроим. Нет. Кто, кроме как сенсация, обладает Джамбул? Джамбул. Тоже схож с сенсацией, но там по окраске, по размерам цветки у него помельче. Но, тем не менее, там своего рода уникальный сорт. Я понимаю, что, знаете, это одно из самых неблагодарных занятий угадывать сорт по фотографии. Ну, как бы в порядке развлечения, я предлагаю вам это заняться. Я вам буду подсказывать. Это, если кто-то читал книгу «Время сирени», а если кто-то не читал, то ему вообще ничего не поможет в отгадке сорта. Татьяна Владимировна называется, что это один из лучших, хоть, по ее мнению, в семерку лучших сортов. Огромные соцветия, просто огромные. Надежда Махровая. А это тут простой цветок. Такой голубоватый оттенок. Это не гортензия, нет? Нет. 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 Ну да. Наши? Да, да, наши. Не буду вас мучить, это мечта. Ну, обалденный, просто невероятно крутой сорт. Вот в прошлом году, я в этом году уже жду цветения прям с таким, с нетерпением. Для меня это стало традицией, ходить, любоваться. Невероятно. И вот в прошлом году она цвела суперкруто. Там не каждый год тот или иной сорт может выдать какое-то такое идеальное цветение. Но вот в прошлом году она бы невероятно красиво цвела. Да. Это я вам уже показывал. Шач, шач. Да. Да. Да, тут этот сорт он отличается тем, что он один из самых темных насыщенных. Так, вот этот кто-нибудь угадает? Сложно угадать, но... А она розовая, да? Пурпурная. Оттенок такой пурпурный, скорее. Я про этот сорт уже говорил. Огни Донбасса. Тут, ну, цветопередача, возможно, помешала его узнать, но... Да, огни Донбасса. Это фотография, это Татьяна Владимировна себя в фейсбуке выставляла, это у Падосинкиной на даче. И там, когда мы будем обсуждать с вами там сорта, вот, ну, если сажать один куст, ну, ну, не знаю, как-то, ну, шутно, один сорт, да? Ну, для меня это просто невероятно, обойтись одним сортом. Поэтому, конечно, хочется ставить какую-то композицию этих сортов. Ну, там, буквально, там, несколько слов о том, как сочетать сорта. Я этим вопросом мучил Полякову долго, и она говорит, ну, типа, ну, отстаньте от меня, вообще, ну, невозможно, ну, просто. Ну, в конечном счете, она вот дала такие, несколько рекомендаций, что не сажайте похожие сорта. И, потому что, ну, сейчас видео запустим, что сорт будет или расти Красная Москва и Людвиг Шпет. Ну, ты что? Они вот похожи, ну, зачем нам это? Поэтому, конечно же, интересно, ну, часто интересно смотреть, если в группе сегодня, то на контрасте. Белый, пурпурный, и, может быть, там, белый и голубой сорт. Так, по поводу, хотел бы немножко, по поводу махровых и простых цветков вам рассказать. Ну, так, неужели я сенсацию дарил фотографию? Жалко. Ну, ладно. Какие вам нравятся больше, пурпурные или махровые? Есть какое-нибудь предпочтение? Ну, это пурпурные, я просто сказал пурпурные, простые либо махровые? Простые? Махровые. Я люблю крестики. Кристики. Ну, вот как-то больше, как-то хором прозвучало, как будто бы махровые. Ну, безусловно, да. Вот, я бы сказал, что, конечно, по моему впечатлению, у нас есть садовый центр небольшой, и зачастую большей популярностью пользуются махровые сорта. Ну, потому что их интересно подойти и рассмотреть с такой разнообразием, там, вот эти завитушки, один как жемчуг раскрывается, другой наоборот, такой растрепанный, необычный. И махровые сорта, они темы интересны, именно своей формой, которой хочется подойти и рассмотреть поблизости. махровые сорта, зачастую простые цветки, они чем отличаются? У них более насыщенный цвет, сами цветки крупнее, они имеют какие-то более такие темные, однотонные окраски. То есть, вот если говорить именно про цвет, это скорее простые. Если говорить там про необычную какую-то форму, то скорее махровые. Хотя, конечно, даже среди простых там, например, сорт журавлик, это такое, оригами, тоже такое. Но в целом, как бы, скорее можно вот такое разделение провести. Поэтому, вот просто, знаете, я к чему я захотел это рассказать, потому что, когда общаешься с людьми, у многих вот само слово простое, оно как-то принижает. Но это, безусловно, это неправильная позиция, и надо это людям объяснять. Так, ну, теперь перейдем к особенностям микроклонального производства его этапа. Так, я вот сейчас возьму у себя из куртки, я принес образец. Я думаю, что, в принципе, ну, микроклоналка уже, наверное, мало кого удивишь. Давайте вот с этого края начнем. Это вот у нас в лаборатории так выглядит микроклональная сирень. Что за сорт? Секрет. Это новый сорт, и я даже специальный этикетчик убрал, просто не хочется. Раньше времени, пока он еще не размножен и не адаптирован. Хорошо, махровый или не махровый? Не то и не другое. Что получилось? Ну, это известно, как вы. Это помнишь? Да.